Девочка-пай 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 хабрском сельском поселении начато строительство физкультурно-спортивного сооружения открытого типа. В конце прошлого года в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Одной из достигнутых договоренностей в ходе этого мероприятия стала реализация в Адыгее программы «Газпром детям», в рамках которой в Республике должно появиться 9 спортивных площадок. По инициативе главы Республики Мурата Кумпилова и в рамках программы «Газпром детям» во всех муниципалитетах идут такие строительные мероприятия. Эта площадка спортивная будет включать в себя футбольное поле, волейбольное поле, баскетбольное поле, беговые дорожки, яма для прыжков, благоустройства, фонари, то есть лавочки. Физкультурно-спортивное сооружение открытого типа будет располагаться на территории Кашхабской школы номер один. Проект предусматривает создание объекта для повседневных физкультурно-оздоровительных занятий, организация физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга всеми возрастными и социальными группами населения, в том числе и маломобильными. Сейчас идет первый этап строительства и завершится до 4 сентября. Полностью все работы будут завершены. Объект будет включать в себя следующие основные и функциональные зоны – баскетбольную, волейбольную, мини-футбольную, легкоатличическую, а также зону для сдачи нормативов ГТО и яму для прыжков. В настоящее время здесь ведутся подготовительные работы. С 24 июля в детских садах района начались ремонтные работы. Помимо косметического, в некоторых учреждениях будет произведен капитальный ремонт здания. С наступлением летнего периода приходит горячая пара ремонтов, ведь все ремонтные работы необходимо закончить в очень короткий временной срок. Ни для кого не секрет, что в работе детского сада необходима чистота и уют, ведь это является залогом здоровья воспитанников учреждения. Коллектив детского сада «Нальмаз» Алла Кашихабль с усердием принялся за наведение чистоты в виде ремонтных работ. В этом им помогают родители детей. Ремонтные работы у нас начались с 24 июля. По 18 августа будут у нас ремонтные работы, а 19-го уже прием детей. Какой фронт работы вам предстоит сделать? С силами наших работников, родителей и, конечно, администрация нам помогает, мы делаем ремонт. Вот вы видите, уже фундамент мы начали. Соколь здания полностью ремонтируем. Все необходимые материалы для работы уже закуплены. Помимо косметического ремонта производится реконструкция соколя здания. Средства на эти работы выделил глава района. Также при непосредственном содействии администрации района будет осуществлен ремонт дополнительного садика, расположенного на территории. В сравнении со школами детским садам отводится гораздо меньше времени на ремонт. Поэтому и родители, и воспитатели начинают работы ранним утром и заканчивают поздним вечером. Также благодаря родителям выполнен большой объем работ по приведению в порядок детских площадок. И еще хочется отметить, что при содействии все тех же родителей в некоторых группах поменяли напольное покрытие на кафельную плитку, санузлы и так далее. Также благодаря администрации района будет заменено оборудование на кухне, а именно разделочные столы. Заведующие выражают благодарность администрации района за всяческую поддержку и помощь, а также родителям, которые принимают посильное участие в ремонтных работах. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, Новости Кашхабского района. Рубрика «Пенсионный фонд информирует» завершает наш выпуск. Гражданам, которые по состоянию здоровья не могут работать, самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, как правило, кто-то помогает. За осуществление такой помощи Пенсионный фонд России устанавливает компенсационную выплату ухаживающему лицу. Ежемесячная выплата назначается в размере 1200 рублей, проживающим на территории РФ, трудоспособным лицам, не получающим пенсию и пособие за безработицы, осуществляющим уход за инвалидом первой группы, а также престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшем возраста 80 лет. Для получения выплаты необязательно состоять в родстве с тем, о ком заботишься. Выплата производится независимо от того, проживает ли инвалид или престарелый совместно с ухаживающим и является ли членом его семьи. Период ухода за инвалидом первой группы, а также гражданином, достигшим 80-летнего возраста, засчитывается ухаживающему лицу в страховой стаж. За каждый год ухода начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет тем, кто из-за ухода за больным человеком не может работать, формировать свои пенсионные права на страховую пенсию, поскольку получатель компенсационной выплаты не должен иметь других источников дохода, включая пособия по безработице и пенсию. Для оформления выплаты лицу, осуществляющему уход, необходимо обращаться вместе с лицом, за которым осуществляется уход, в территориальный орган пенсионного фонда по месту жительства или многофункциональный центр. Если пенсионер не может лично прийти и подать заявление по причине состояния своего здоровья, либо каких-то других объективных причин, за него это может сделать представитель при наличии нотариально заверенной доверенности. Или же заявление можно направить в пенсионный фонд в электронном виде через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России или единый портал государственных и муниципальных услуг. Во избежание переплаты, компенсационной выплаты при поступлении на работу, получении пособия по безработице, пенсии или наступлении других обстоятельств, влекущих прекращение осуществления выплаты, трудоспособные граждане, занятые уходом за нетрудоспособными гражданами, обязаны уведомить об этом территориальные органы Пенсионного фонда России в течение пяти дней со дня наступления этих обстоятельств. Извещение о фактах, влекущих прекращение выплаты, можно направить в пенсионный фонд через единый портал государственных и муниципальных услуг. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. На этом эфир завершен. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин